Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал Zoom Slime и прошу прощения, что у меня почему-то трясется камера. В общем, с вами снова я, Маша, и сегодня я хочу протестировать три новинки. Во-первых, это вот такой вот прозрачный клей для слаймов, во-вторых, это активатор, и в-третьих, это, конечно же, белый клей для слаймов. Я уже тестировала клей от этой фирмы только цветной, может быть, это видео уже вышло, может быть, нет, я не знаю, если видели, то супер, если оно вышло вообще все классно. Если я вышла, и вы его не видели, то это не супер, надо посмотреть. В общем, спойлер, мне он безумно понравился. И сегодня я решила протестировать еще вот эти вот два клея, прозрачный и белый. Судя по всему, это клея от фирмы, которая производит ниндзя слаймы, ну, мне так кажется. В общем, этот клей производится на фабрике игрушек, фирма так и называется, Санкт-Петербург, Россия. В общем-то, с обратной стороны клея выглядит следующим образом. Здесь, к сожалению, не указаны пропорции, чего как надо смешивать, предполагаемая инструкция. По созданию слаймов ничего такого нету, есть QR-код, хотите его просканировать. В общем, давайте начинать тестирование. Начну я, наверное, с белого клея. Как вы поняли, активировать я все буду с помощью нового активатора, который также от этой фирмы. Проверим, насколько он хорош, насколько нехорош. Надеюсь, что он супер классный. По ценам, кстати говоря, не сорендирую, потому что я не оставила чек, я его забыла. Я не помню. Ну, в общем, можете просто загуглить и посмотреть, сколько стоил активатор, сколько стоил вот такой вот клей для слаймов. У меня есть вот такая вот тарелочка, и мне нужна лопаточка. Все, я полностью готова для тестирования. Так, активатор, не уезжаем. Открываем крышечку, наливаем клей. Ну-ка, понюхаем, есть ли аромат. Нет, клей пахнет клеем, просто пахнет клеем. Просто белым клеем, прям клеем ПВА он пахнет очень сильно. Давайте посмотрим, насколько он у нас густой или не густой. Как сметанка. И теперь открываем активатор. Наверное, мне надо встряхнуть. И теперь добавляем, по идее, поскольку это все одной фирмы, это должны быть просто два идеально подходящих друг друга продукта. То есть, мне сейчас все должно максимально быстро заактивироваться, и все хорошо, быстренько получится. Это еще слишком быстро активируется, как будто я уже с активатором переборщила. Что хочу сказать, клей очень сильно пахнет. То есть, если у меня был клей прозрачный от этой фирмы, цветной, он пахнет ароматизатором. То есть, здесь клей прям воняет и напоминает клей. По-моему, от Слайм Дизайн был клей Тоди. В общем, он пах также сильно, очень редко. Вроде бы он, если я не ошибаюсь. Прям хочется уже убежать отсюда или открыть форточку, потому что очень сильно пахнет. Смало бы, я взяла бы хотя бы ароматизатор, но у меня даже под рукой, к сожалению, нет аромы. Так, убавляем еще активатора, потому что чувствую, да. Сначала чуть-чуть исходила, сейчас нам обратно превращается в жидкую субстанцию. Смало такой вонючий, я же куда-то дальше знаю, как подвинулась, в принципе, перед войной. Как подумаете, стоит ли еще добавить активатор или попробовать уже мешать руками? Что немножко хочу делать, потому что на такой вонючий может быть какие-то есть. По-моему, я еще добавила еще порцию активатора, еще добавляю, он все равно прилипает к рукам. Из минусов пока что один очень крупный минус. Клей очень пахнет токсично, очень токсично клей. Очень максимально сильно. Давно я с такими не сталкивалась, чтобы так сильно воняло, чтобы мне просто хотелось уже побыстрее прекратить с ним играть из-за запаха. Многие не обращают внимания на запах, но из-за такого резкого запаха может разболеться голова или что еще хуже, может, мне не знаю. Плохо, дурно стать, потому что воняет реально очень-очень неприятно. Потому что взять тоже Элмерс, я всегда все с ним сравниваю, потому что он безопасный, не аллергенный. Он так не воняет. Конечно, у него есть какой-то свой запах клей, что нормально. Но ты спокойно с ним играешь, не пытаешься побыстрее закончить эту груздей. Здесь же очень сильно все воняет. В принципе, слайм готов. Вот что у меня получилось. Он очень плотный. Таким вот образом кликает. Кстати говоря, несмотря на то, что я в слайм ничего не добавляла, там ни масла, ни крема, ни пена для бритья, он глянцевый. И я думаю, вам это заметно. Потому что он прям реально приливается, как будто масличка туда подлили. Сам слайм. Вот вам не напоминает текстура этого слайма? Слайм из клея момента. Это нереально напоминает. Неужели они такую говняшку сделали? Прям подложили. И типа, как будто бы это прям строительный какой-то клей. Потому что очень сильный запах. Текстура похожа. Ну, не знаю. Я, конечно, не могу в этом утверждать. Но я предполагаю, что это такой строительный клей, который очень токсично воняет. Я только из-за запаха говорю, этому клею нет. Я уже хочу побыстрее проветрить помещение, в котором я нахожусь. Я нахожусь на кухне. Надеюсь, больше ничего не повоняет этим клеймом. Потому что реально воняет очень сильно. Насельника, отпусти меня, пожалуйста, домой. Воняет не могу. Ну, а так, сам по себе слайм нормальный, если не принимать тот факт, что вот воняет. Я думала уже бомбить, потому что, говорю, что воняет. Ну, реально, он сильно пахнет. Это не норма. Давайте его растянем. Ага. Он довольно-таки хорошо хрустит. Сейчас сделаем вот так. Пук. И все, убираем этот слайм. Потому что я боюсь им играть очень долго. Вот серьезно, вам говорю. Часто и с запахом мне становится как-то не по себе. В общем, слайм из этого клея, конечно, получается. Но я бы вам его рекомендовать не стала. Потому что, ну, подозрительно сильная вонь. Причем такая токсичная прям. Я его беру куда-то дальше. Сейчас я притираю руки салфеткой, и мы с вами продолжим. Ну что, давайте теперь тестировать вот этот вот прозрачный клей. Надеюсь, он меня порадует немножечко больше, чем белый. Потому что белый вообще не порадовал. Так, наливаем. Вот сейчас чувствуется аромат. Вот как был прозрачный клей, какой-то аромат кока-колы, что-то похоже в реально прозрачный клей. Он ароматизирован. Обалдеть, реально приятно пахнет. Типа кола или даже запах похож на ниндзя слаймы. Теперь добавляем активатор. И начинаем, собственно говоря, все это дело замешивать. Что сразу активаться, что-то больно. Насколько я помню, тогда этот клей. Но это все довольно-таки быстро активировано, потому что пришлось добавлять, добавлять активовать. Мне кажется, сейчас тоже так же будет. Ой, реально это дело так будет. Начало обмешать, как-то не было обмешать. Я буду обмешать. Ура, ребята, все. Просто пушечка готова. Посмотрите, возможно, он, конечно, немножко недоактивирован. Он, возможно, немножечко такой жиденький. Но я думаю, что я сейчас им поиграю, и все будет чики-бомбони. Если нет, то добавлю еще немножко активатора. Он очень зеркальный. Звонка классно, круто кликает. Хорошо хрустит, немножечко прилипает к рукам. Ладно, добавим еще немного активатора. И продолжим с ним играть, потому что, наверное, все-таки до конца я его не активировала. В общем, этот клей реально пушка. Слайм получается просто огонь. Посмотрите, он в тонику, пытаешь на пленочку растягивается. Пахнет приятно, активируется даже быстрее, чем белый клей. И сейчас я добавила, кстати говоря, активатора, и все просто идеально. Он не лепит к рукам, ничего такого. Ну что, мы с вами нашли сегодня один хороший клей, просто безумно классный. И один, ну, прям, мне не зашел, не понравился. Никогда бы его больше не купила. Активатор, в принципе, норм. Ну, то есть, обычный стандартный активатор. Ничего такого, мне кажется, это просто сходит рапорат натрия, смешанный с водой. В нем нету никакого глицерина, то есть, это просто вот стандартный активатор. Если вы его не умеете делать или не знаете, где купить сухой астроборат натрия, то то, что вам слаймоврач прям прописал, потому что реально самый обычный стандартный активатор на все времена. У него, конечно, такой нормальный расход, но в этой банке всего 100 мл. То есть, ну, заметьте, вот я им активировала два слайма. Вот столько у меня ушло. То есть, ушло где-то 1,40 мл и еще 1,60 мл. Активатора осталось. В принципе, расход норм. Просто сама баночка, она очень маленькая. Можно было бы и побольше сделать. Может быть, побольше есть, но я не видела, когда покупала в магазине, были только такие варианты активатора. Не забудьте указать в комментариях ваше мнение по поводу двух этих клеев, как вы вообще считаете, какой клей для слаймов вообще должен быть сам из себя, важно ли для вас арома клея, то есть, может быть, для вас вообще не важно, то, что он воняет, лишь бы слаймы получались. Напишите, пожалуйста, в комментариях, реально будет интересно. Но на этом наш сегодняшний обзор-тест прошел. К концу подошел он к концу, а клея один этот тест не прошел. В общем, вы меня поняли. Всем большое спасибо за просмотр. Послушайте сейчас немножечко этот слайм, насладитесь игрой. И, в общем-то, всем пока заранее. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.